Пять лучших книг Эдуарда Лимонова. Поехали. И меня обычно не сильно расстраивает, потому что все мы умрем, и популярные люди умирают точно так же, как и мы с вами. Но уход Эдуарда Лимонова, конечно, меня расстроил, потому что в этот момент действительно я ощутил то, что ушла эпоха. Умер последний великий русский писатель. Иууу! Он же долбоеб. Он скучный долбоеб. Да, это заказ. В смысле великий русский писатель? Он полный ноль, блядь. Это очень хуёвые, очень скучные тексты, в которых нет нормальных диалогов, в которых вообще ничего нормального нет. Это... бред. Можно сколько угодно восхвалять Пелевина, Сорокина, Быкова и других наших современников, Но даже по сравнению с ними Лимонов бездарный хуесос. Короче, я не знаю. Ну, блин, что? Довольно талантливый писатель, я с ним не спорю. Но можно ли кого-то из них назвать по-настоящему великим? Блядь, Лимонова можно назвать по-настоящему великим? Он дегенерат, он умственно отсталый дед, блядь. У него стихи говно, у него проза говно. Скучная, нечитабельная хуйня. Совсем другое дело Эдуард Лимонов, который проделал путь от нищего советского эмигранта в Нью-Йорке до одного из самых известных людей в Париже. Человека, который пытался устроить вооруженное восстание в Казахстане, участвовал в войнах, создал одну из самых нашумевших и известных в свое время партий в России. И какие-то удивительные факты из его биографии может... В ближайшее время будет Херон Теоретик. ...перечислять очень долго. Завтра. Но видео не об этом. Я думаю, что лучший способ почтить Париж Старика, это, конечно же, читать его книги. Так что в этом ролике я хочу рассказать о пяти моих любимых книгах Эдуарда Лимонова. Давайте условно назовем это топ-5 лучших книг Лимонова, по моему мнению. Начнем мы с книги «Великая мать любви». Это сборник рассказов Эдуарда Лимонова. И по большому счету, я думаю, что можно советовать, в принципе, любой сборник рассказов Лимонова, который относится к его более раннему периоду творчества. Так я буду там непосредственно вещать о няно. Это вот эта вот книга, американские каникулы. Какие-то рассказы можно найти и прочитать. Ну, во-первых, рассказы... Не читал это говно, поехали дальше. Это такой очень лайтовый способ познакомиться с писателем. Вы просто скачиваете какие-то рандомные рассказы, читаете и уже понимаете, вам это интересно или нет. Не интересно. Для этого вам не нужно покупать большую... Не интересно, Лимонов совершенно мне не интересен. Да ну его нахуй, как говорится. Террорист и гомосексуалист. Пошел в пизду как бы. Скучный, тупой, бессмысленный. Читать не рекомендую. Роман и погружаться в текст надолго. Меня его рассказы подкупают тем, что все они автобиографичны. То есть написаны от лица того самого Эдуарда Лимонова. И это, конечно, удивительно, в каких ситуациях он оказывается. В одном рассказе вы можете читать, как он моется в мусоре, пытаясь найти там более-менее какие-то свежие овощи и фрукты. Охуенный рассказ. Охуеть. Пять баллов просто. Супер. В другом рассказе он ведет роскошную женщину в самый дорогой ресторан Нью-Йорк. А еще он пиздобол. Здравствуйте, да. В одном он убирает за говно за умирающими стариками, в другом он дает, как уже известный писатель, интервью журналистке, а потом спит с ней. И все эти истории... Еще он пиздобол, соответственно, да. Не забываем, да, не забываем, что он пиздобол. Эти истории, ну, это хуже Дарьи Донцовой. Вот то, что сейчас было перечислено, все это чисто по стилистике, по тематике, это хуже, чем у Дарьи Донцовой работы. Лимонов, очевидно, худший писатель, чем Дарья Донцова. Ребят, что за херня? Происходит с одним человеком, с Эдуардом Лимоновым. Пишет Шатов, а для тебя все книги говно, если это не фантастика? Нет. Нет. Дом Кихот, Сервантеса, охуенный, например. Не фантастика, не фантастика. Мертвые души Гоголя, охуенный текст, тоже не фантастика. Понимаете, в чем дело? Не знаю, Гюго, тоже, по большей части, не фантастика. Тоже очень хорошие книги. Интересные. Лимонов просто говно. Тупой советский соцреализм с вкраплениями порнухи, тупости, чернухи и, блядь, ну... Зачем читать писателя, если он тупой? Чему он вас научит? Что он вам расскажет? Что он вам покажет? Понимаете, фантазия этого ебучего Лимонова заканчивается на том, что он хочет поебать журналистку или отсосать негру. Вот фантазия Лимонова, по большей части, вот чем она занята. Понимаете? Это старый пердун, у которого очень сильно задержалась вот этот период сперматоксикоза, короче. Понимаете? Ну, он тупой. Островский не нравится. Который предстает перед нами таким неунывающим хулиганом и настоящим панком. В общем, начальник знакомства с Эдуардом Лимоном через его рассказы. Как мне кажется, это отличный план. А еще у этой книги отличная обложка. Охуеть. Эдуард Лимонов сидел в тюрьме. Был такой факт в его биографии. И вообще в русской литературе тюремная тема, она играет очень большую роль. Очень большая. То, как это переосмысляет Эдуард Лимонов, это и вправду интересно. Сейчас метафизика будет, давай. Там нет такой обиды на власть, на систему, как, допустим, есть у Солженицына. Лимонов, скорее, это человек, который оказывается за решеткой, но при этом человек максимально наблюдательный и склонный к рефлексии. У него вышла тюремная трилогия, это по тюрьмам, в сырах и вот торжество метафизики. Да, торжество метафизики, полное говно, блядь, абсолютно нулевая книга, ее я читал. Это говно, говна. Набор абсолютно, блядь, не связанных друг с другом диалогов какого-то умственного, блядь, отсталого дегенерата. Это настолько хуёво, блядь, что даже книги у ёбского Прилепина в тысячу раз лучше. Это просто это говно. Мне это говно советовали, и это говно. Это просто как будто бы мне открыли рот и говно туда залили, брод. Это говно. Это мусор. Это мусор. Это реально мусор. Это ноль баллов. Это вообще то, что не нужно читать. Это скучно, это бессмысленно, это бесполезно. Там не на что обращать вообще внимания. Это хуже аниме. Это вообще хуже всего. Эта книга говно. Ну, Прилепин, он бездарный, конечно же, долбоёб, но, блядь, по сравнению с Лимоновым, по сравнению с Лимоновым, по сравнению с Лимоновым, но даже он может быть не полный ноль. Понимаете, в чём дело? Ну, тоже Прилепин, надо понимать, это такой писатель-гопник. И Лимонов, это тоже писатель-гопник. Типа такие, опа, чё-чё, опа, нихуя, снова больна, я ебу тебя, да-да-да, я лимонов дохуя, негр, хуй мой, я елдарон, блядь, да, вот это охуеть, я лимонов, блядь, да. Ну, такая хуйня, это бред. Это бред, блядь. Сука, это просто такой, такой, блядь, бред. Продолжаем. Эту книгу я вам и посоветую. Конечно, вот это... Хуй мой соси, блядь, лучше, посоветую вас сосать мой хуй всем, блядь. И описывается... Приятней и полезней. Много того, что происходит в российских тюрьмах. Долбоёбы беседуют о какой-то хуйне непонятной, нет никаких, блядь, выводов, ничего, блядь, нет. Просто долбоёб говорит несвязанные фразы другому долбоёбу. Диалоги, блядь, несвязанные, люди, блядь, друг друга не понимают вообще, блядь, нихуя, блядь, непонятно. Та же самая хуйня у Прилепина на самом деле. У Прилепина тоже диалоги из жопы. Он взял жопу, взял свою руку, достал оттуда диалоги. И вот, друзья, читайте. У Прилепина такая же хуйня. Данил пишет. Я читал Прилепина, это пиздец. Ну, Джульвер хороший, интересный. Прилепин это тоже пиздец. Это, ну, умственно отсталый долбоёб. Вы знаете, я докуда дочитал его ебучую обитель? Я прочитал около ста страниц и остановился на месте, где, блядь, они рассуждали про шмеля. Шмель, блядь. Диалог про шмеля. Ёбаный ты в рот, блядь. Там и так всё настолько скучно, настолько много воды. 50 страниц просто воды. Ничего не происходит. Просто 50 страниц, пиздоболы какие-то, несут какую-то хуйню. И, блядь, шмель меня убил. Я просто, да ну нахуй, нет, всё, блядь, из меня хватит. Я просто, до свидания. Лимонов, у него вся книга из таких диалогов состоит. Вот это вот торжество метафизики, это хуй. Это большой хуй, который тычет в рот читателям. Это пиздец. Это изнасилование мозга. Много страшного и отвратительного, но при этом, когда ты читаешь Лимонова, это не смотрится как такой некий ужастик, где он рассказывает, посмотрите. Да, блядь, это не ужастик, это вообще никаких, блядь, чувств не воспроизводит. Никих мыслей, ничего, блядь, это хуйня. Это просто хуйня. Как страшно в российской... Блядь, чувак, ты Олега Роя критикуешь, ты, блядь, Донцову критикуешь, блядь, я не знаю, съест сою. Блядь, какой нахуй Лимонов? Ёбаный в рот. Посмотрите, как здесь ужасно. Наоборот, он наслаждается своим одиночеством и аскетизмом. Сам Лимонов сравнивал время пребывания в тюрьме чуть ли не с монашеским опытом. Это довольно интересно, как меняется образ самого автора. Если в первых книгах это такой вот настоящий панк, то здесь перед нами скорее восточный мудрец. В общем, если вам интересна тюремная тема, то проходить мимо этих книг просто преступление. Восточный мудрец, но при этом он умственно отсталый, к сожалению. Его, конечно, не посадят, хотя стоило бы. Одна из моих любимых книг Эдуарда Лимонова, которая довольно сильно отличается от остальных, это «Палач». Не считал «Палача». Интересно. Эта книга, в отличие от большей части его творчества, написана не как автобиография. Это отдельная история про эмигрант... Ну, то есть не пиздоболизм даже. Ну, наконец-то Лимонов хоть в одной из своих книг не пиздит. Уже неплохо. Кстати, уже действительно неплохо. Не пиздеть уже хорошо. Не быть пиздоболом. Ну да. ...из Польши, Оскара, который пытается найти свое место в американском обществе, в Нью-Йорке. Конечно, здесь тоже можно найти черты самого автора, самого Лимонова. Но у Оскара... Блядь, насколько надо быть бездарным писателем, чтобы делать себя главным персонажем своей книги? Насколько надо быть долбоебом, без фантазии, без ума, чтобы, блядь, сделать себя главным персонажем своей книжки? Вот прям вот... Не просто о своей одной книжке. Всех книжек. Почти всех своих книжек. Сделать себя главным ебучим персонажем всех, блядь, своих книг? Это же неинтересно. Блядь. Ну вот это мусор же просто. Ну нафига? Вот когда Панчин ставит себя главным персонажем своего произведения, его все ругают. Говорят, что он тупой долбоеб, что ну так не надо поступать, наверное. Это очень странно. Это очень глупо, да, говорят Панчину. А когда Лимонов делает себя главным персонажем своих же книжек, все говорят, ну-ну-ну, гений Лимонов, гений молодец. Ну прям супер, классика. Причем там литература реально, ну, хуже, чем у Панчина. У Панчина содержание есть. Панчин какой-то определенной позиции нормальной придерживается. Панчин хотя бы не террорист, он убивать людей не призывает, блядь. Ну то есть хотя бы Панчин не радикал, знаете. Ну, блин. Панчин лучший писатель, чем Лимонов. Хотя Панчин очень плохой писатель. И не должен быть, кстати, хорошим писателем. Просто не должен, потому что он, ну, это не его дело вообще. Не его чашка чая. Нахуя вообще туда полез? Непонятно. Немного другой путь. Он мечтает стать известным философом, но его работы, он в принципе мало кому интересен. И в какой-то момент он выбирает путь палача для известных, богатых американских женщин. Он открывает им мир БДСМ и насилия. В книге очень много секса, очень много мата. Она максимально откровенная и непристойная. Блядь, меня сейчас, блядь, вступление меня заинтересовало и потом пошла залупа просто. Открывает мир БДСМ. Блядь, да что за хуйня, нахуй. Почему, блядь, этот дед ебучий, сперматоксикозный и вообще кому-то интересен, блядь? Почему? Зачем? Мир БДСМ открывает для богатых женщин. Ну, блядь. Это же хуево, это бездарно, блядь. Это настолько, блядь, бездарно. Пиздец просто, блядь. Хуй знает. Ушел последний великий русский писатель, блядь. Великий русский писатель. Маля жизнь, блядь. О, БДСМ-ку. БДСМ-АУ. Бэ, я великий русский писатель, блядь, давай. В рот, блядь, в рот тебя стул на, блядь. Я хуй знает, что делать, чтобы стать великим русским писателем. Охуеть, охуеть. У меня плохо дела. Это пиздец, блядь. Это пиздец. Это ебануться, блядь. Какая хуйня. Балач, блядь, ебучий. Я хуй просто знает, блядь. Он только что описал какой-то, блядь, дешевый порно-роман. Он описал дешевое, блядь, говно, говна, блядь. Я не знаю, блядь. Меня бомбит. Меня бомбит, когда кто-то нахваливает просто этого долбоеба Лимонова. Ну, блядь. Еще, знаете, описал. Ну, вот, короче, он типа, типа это... О-о-о. Да, я читал Лимонова. Ну, предыдущую книжку точно читал. Эдичку читал полное говно. Вообще никому не советую. Ноль баллов, короче, тоже. Серьезно? Серьезно, это пиздец. Блядь, это дешевая хуйня. И по описанию Шурика это тоже дешевая хуйня получается, блядь. Чувак живет, живет и вдруг устроил БДСМ-клуб, блядь. Ебет богатых телок. Вот это, да. Вот это литература. Вот то, что вот что нужно в школе проходить. Последний великий русский писатель, блядь. И в отличие от других книг Лимонова, где, как правило, нет ни начала, ни конца, ну, потому что это просто какие-то эпизоды его жизни, то здесь вполне себе закончена история с завязкой, кульминацией, развязкой, все по... Я у Мамлеева читал только Русь Великую, или как-то хуйня называется, абсолютно неперевариваемое дерьмо, как бы, ну, пропаганда дебильной русской философии, шуе-философии с православием, с прочим говном, с прославлением России и так далее. Ну, то есть, совершенно отвратительное говнище. Шуе. Ну, то есть, основные произведения прозаические Мамлеева я не считал, не хочу читать даже, наверное, но плохо я к нему, как к писателю, относиться не могу, как раз потому, что я его вообще никак не затрагивал, как писателя. Не буду высказываться, но мне не хочется его читать. Я видел его уровень мысли, как бы, я видел, на каком уровне он размышляет, мне этого хватило, я не хочу читать его книги, я не думаю, что я из них чему-то могу научиться. Не думаю, что этот человек мог бы меня чему-то научить, короче. Александр, привет, ты, наверное, видел Русь изначально. Ну, что-то вроде того, там какая-то Русь, короче, была, абсолютный мусор. Ну, то есть, это что-то вроде Соловьева, только еще хуже, как бы. Пишут, Лимонов типичный писатель по типу Бироуза, Паланика, Буковский. Такое максимум в подростковом возрасте интересно? Да я, в принципе, согласен. Ну, просто понимаете, в чем дело? Даже Паланик, Паланик, да и Буковский, они будут поинтереснее Лимонова, они просто будут поинтереснее Лимонова. Пишут, может, тебе еще зеленый слоник не нравится? Не, зеленый слоник крутой. По правилам и с таким вот настоящим голливудским финалом. Палач — это 50 оттенков серого здорового человека. Охуеть. Без соплей, без всей этой фигни, а настоящее жесткое очтиво, которое я вам очень советую. Блядь, книги для ебучих извращенцев, короче, я хуй знает. Конечно, нельзя не упомянуть легендарную, самую известную книгу «Это я, Эдичка». Блядь, ты пошел, ты нахуй, блядь, ты долбоеб жирный, блядь, ты тупой хач, блядь, чтоб ты сдох, блядь. Я Эдичку, блядь, советую. Пошел, пизду, блядь. Все, я отказываюсь, блядь, это смотреть. Пиздец, блядь. Какая, блядь, ебаная хуйня, блядь. Какой, блядь, дебил, нахуй. Дегенерат, блядь. Я Эдичку, блядь, советую. Ты ебанутый, блядь. Ебаный в рот. Еб твою мать, блядь, ебанутый. Блядь, это шутка, может быть, я не знаю, блядь, он может троллит, блядь, я просто нахуй пизду, блядь. А-а-а, блядь. Ну-у-у. Блядь. Щас, блядь, нахуй. Давайте мне в себя прийти, пиздец. Ладно. Ладно, присядем, присядем, подумаем. Бля, ну это пиздец, я Эдичка, блядь. Ты бы лучше в жопу меня выебал, чем вот эту книгу назвал сейчас. Я серьезно, я не знаю, чувак, это пиздец. Ты после этого книжки обозреваешь, серьезно? Ты после, блядь, этого что-то против Олега Роя имеешь? Ты, блядь, охуел? Вот сейчас, в данный момент, когда ты посоветовал в топе своих книг вот эту ебучую хуйню, я, это я, Эдичка, вот после этого, ты лишаешься вообще права разговаривать о книгах просто, вот, блядь, вообще. Еще, блядь, еще хоть один, еще хоть один выпуск от тебя про книги, я тебя найду. Я тебя отпизжу, короче. Я тебя реально отпизжу, битый по ебалу, понимаешь? Ну, это пиздец просто, блядь. Первая книга Лимонова, которая и принесла ему известность. Это такая история неудачника, который живет в Нью-Йорке, у которого мало что получается, который особо никому не нужен. Он пытается найти себя в литературном творчестве, но оказывается, что он чуть-чуть не успел. Это, знаете, первая волна советской, российской эмиграции вызывала в Америке интерес. А вот когда приехал Лимонов, оказалось, что никому особо не нужен. Смирился ли он с этим? Ну, конечно же, нет. И пустился во все тяжести. А потому что он особенный, как и Чайка Джонатан Ливингстон. Просто вместо того, чтобы совершенствоваться и становиться лучше и лучше и лучше, он выбирает отсосать не афроамериканцев. Вот в чем разница. Вот, конечно, да, медитациями заниматься и делать себя лучше, практиковаться, это хуево, это плохой урок, правильно? В Чайке Джонатан Ливингстон, который больше на сказку вообще похоже. А вот сосать хуй, это круто. Ну, 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 а чё? А чё нам, русским-то? Чё, мы хуй, что ли, не сосали? Каждый день хуи сосём, блядь. Лимонов великий русский писатель. Очень жизненно сосём хуи негром. Ура! Не одобряем бы слово на букву Н. Окей. Результатом этих приключений и стала книга «Это я, Этичка». Это такой очень откровенный дневник о жизни русского иммигранта. У этой книги нет особого сюжета, она наполнена сексом и любовными страданиями автора. Причём написано это максимально честно, открыто, и Лимонов словно вот выворачивает себя наизнанку, показывая всё, что у него в душе. Видно, что... Это что, блядь, тупой долбоёб уже по той книге. Да, согласен. Лимонов не боится, что его осудят, его не поймут. Единственное, что его пугает, так это то, что он никому не будет известен. И вот поэтому он всё, что у него есть, любые потайные какие-то секреты, всё это он показывает на свет божий. Кстати, именно в этой книге находится та известная сцена, сцена с негром, которую Лимонову припоминали при жизни очень-очень много раз. И честно говоря, меня это довольно сильно удивляет. Почему именно сцена, где Лимонов, ну, а вернее, литературный герой Лимонова, это важно, отсасывает у негра, почему именно эту сцену чаще всего ставили ему в упрёк? Потому что люди, которые, ну, читали Лимонова много, читали почти все его книги, прекрасно понимают, что у Лимонова есть и гораздо-гораздо более откровенные, гораздо более компрометирующие сцены. Какие, спросите вы? А вот для... Нет, ну просто забавно, что национал-большевик, националист, короче, короче, национал-социалист почти. Представьте себе Гитлер. Гитлер сосёт членов Американцу. Представьте себе такую картину. Ну вот то же самое с Лимоновым. Для этого и нужно прочитать книгу «Это я, Эдичка», и ещё одну книгу, которую я в этом топе поставил на первое место. А-а-а, кто-то обошёл, да? Там тоже много секса. Моя любимая книга у Лимонова «Дневник». Не читал, не буду читать, никому не советую. Эдуард Лимонов умственно отстал и долбоёб, ребят, вообще нахуй просто. Неудачника. Просто даже не следует начинать его читать. Очень тупой, очень тупой автор, очень тупая литература, вообще всё, что там есть. Оно пропитано тупостью колоссальной, не рекомендую. Я вижу, что у меня уже мигает камера, я забыл поставить её на зарядку. Так что давайте последнюю книгу, вот просто на эмоциях расскажу, почему я так сильно люблю «Дневник неудачника». То, что ты латентый гомосексуалист, у тебя в башке нихуя нет, ты просто пустоголовый, блядь, не знаю, интернет-блогер, который рассказывает про книги, любит Лимонова, Прилепина и прочих умственно отсталых долбоёбов. Тебе похуй на хорошую литературу качественную, ты просто дрочишь на говно и рад этому. Ты, блядь, мешаешь людям, настоящим писателям, блядь, такие уёбки мешают. Ты долбоёб. Всё. Всё, ты подписался по тем, что ты умственно отсталая, блядь, мартышка. Серьёзно, ну вот, вот, блин. Вот, вот, вообще. Вот, вообще. Просто только что ты подписался, вообще подписался. Последний русский писатель Лимонов. Пошёл нахуй, короче. Эта книга, это то, что для меня является искусством. Когда Лимонов... Опять хуй сася там, наверное, да? Лимонов описывает, как он спит с проституткой. А у него есть что-нибудь интересное? Он везде спит с проституткой? Везде ебётся со всякими, там, не знаю, гомосексуалистами? Или, ну, блин, может, что-то интересное есть? Просто диалоги у него тоже хуйня. Он либо трахается, либо у него диалоги хуёвые. А есть что-нибудь реально, вот что-то, вот, что реально трогает взрослого читателя, который уже хотя бы, ну, раз в жизни потрахался и уже понимает, что, ну, это не так интересно? Есть что-то для людей, есть что-то, ну, для людей, у которых IQ выше, не знаю, 30 пунктов, которые не только ебаться хотят? Есть что-нибудь у Лимонова, кроме этого? Не, ну я все, я просто серьёзно, ну, мне просто интересно, блядь. Диалоги у него хуёвые. Уровень мышления у него, ну, на уровне черепахи. Он, блядь, умственно осталый белбоёб. То есть, вот этих пунктов у него нет, которые меня интересуют. Одна ебля. Ебля, тупые диалоги, сюжета почти нет, ничего не связано. По большей части это настолько плохо всё написано, настолько плохо, настолько бездарно, что ни один умственно полноценный человек не захочет это читать. Вообще не захочет. И что же нам опять Шурик говорит? А вот ебля опять, опять проститутки. Пиздец. И по сути, это самое низменное, что есть в литературе, самое низменное, что есть в жизни. Маркиз Гасада, почитай и заткнись. Но у Лимонова это написано так, словно ты прикасаешься к чему-то сакральному, к чему-то максимально откровенному. И вот это и есть настоящее искусство. То, ради чего я читаю книги. Подрочить, короче, хочешь, понятно, нормально. То, почему я снимаю блог именно о литературе, а не челленджи или реакции. Потому что искусство, оно никому ничего не обязано. Искусство не должно учить нас хорошему, просвещать. Да, не должно. Но оно должно делать что-то новое. Лимонов не делал ничего нового. Просто говно. Он просто делал говно бездарное. И так далее. Искусство, оно вот само в себе. И дневник неудачника... Я иногда в проститутке. Дневник неудачника это книга максимально откровенная. Она очень сильно похожа на первую книгу, на это я Эдечка, но при этом она гораздо более поэтичная. И когда я ее читал, мне хотелось каждый абзац брать и сохранять в качестве цитаты. Дневник... Чтобы подрочить потом. Дневник неудачника, моя любимая книга и у Эдуарда Лимонова, да и, наверное, в принципе, моя самая любимая книга. Очень советую вам ее прочитать. Я думаю, получите огромное удовольствие. Ну и в завершении хочу поделиться еще одним универсальным способом, как можно читать Эдуарда Лимонова. Мне кажется, это правильная схема. Как считать, блядь, Эдуарда Лимонова? Снимаем, блядь, штаны, нахуй. Снимаем штаны. Снимаем, блядь, штаны. Снимаем штаны. Снимаем, блядь, штаны. Снимаем штаны, блядь. Снимаем одновременно трусы вместе с этим. Снимаем, блядь, трусы. Снимаем трусы. И начинаем дрочить, короче. Вот так вот, блядь. Дрочить начинаем, блядь, со всей силы. Аааа, не буду, блять! Охуенный, сука! Тихо, ты, блять, крутой! Так, блять, не одеться теперь правда надо щас, 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 щас Прошу прощения, ребят, я профессии лист на мою Происходит, я уже без трусов Прошу прощения Все, я вернулся Немножко рассказал вам, как надо читать Лимонова, чтобы вы понимали Да, я реально снял Я хуй знаю, что вы хотите Как читать Лимонова Вот как-то так, поехали Все научились читать Лимонова? Тени этого автора Вы берете его первую книгу Это я, Эдечка, потом вторую Дниник неудачника и так далее Наблюдать, как меняется Литературный герой, как он развивается Меняются его взгляды на жизнь И что с ним происходит Какие подштаники я трусы снял, если я их на экране снял Блядь, я такой ебанутый, конечно Мне подлечиться Немножко, но Вот такое Что тут происходит, я только Зашел Ну не повезло Это невероятно интересно Но вы в комментариях напишите, читали ли Роль Кринжа Вы Лимонова и как к нему относитесь А также ставьте лайки Подписывайтесь В описании есть ссылка на мой инстаграм Тоже пройдите, посмотрите Бля, все, чувак, ты Ты слит Все, нахуй Я вообще, вообще, вообще про тебя ничего знать не хочу После такого обзора на Лимонова Ноль баллов Ты вообще никто Ты не человек даже Пишитесь И увидимся очень скоро Пока Смерти из... Нахуй просто пиздец, блядь кто мог подумать кто мог подумать кто мог подумать что такое говно я увижу сейчас а ну прям нереально жестко прям нереально жестко меня прям бомбит